здравствуйте меня зовут дмитрий и я расскажу вам сегодня очень клевую тему называется я убрал у себя социальную тревожность я убрал у себя социофобию что делать дальше куда развиваться дальше когда больше меня не колбасит когда я выхожу в общественное место давайте разберемся если вы убрали у себя социальную тревожность вы задаете себе вопрос а если у меня навык общения часто человек когда был подвержен социофобии пропустил этап прокачки навыка общения и если вы отвечаете на вопрос да у меня отсутствует навык общения тогда вы начинаете прокачиваться в базовых навыках общения почему я говорю именно про базовые навыки общения не просто про какую-то книгу какого-нибудь там карнеги где нужно постоянно улыбаться и заискивающий кивать головой только постоянно слушать я категорически против таких книг и рекомендации я вообще против американских гуру специалистов по общению есть хорошие книги есть но я считаю те хорошие книги которые дают действительно навык общения они эти книги нужно читать уже после того как будет встроен навык общения категорически против я карнеги потому что это не навык общения это не база что такое базовый навык общения вы можете посмотреть на моем канале ссылка уже появилась сверху пройдите посмотрите очень интересные пункты что значит базовый навык общения окей хорошо если вы ответили на вопрос у меня все в порядке с общением тогда вы задаете себе второй вопрос что у меня во взаимоотношении с противоположным полом умею ли я сближаться с женщинами если я мужчина умею ли я сближаться с мужчинами если я женщина то есть вы убрали у себя социальную тревожность а пропустили ли вы навык сближения с девушкой или с парнем опять же подумайте поразмышляйте что у вас вообще сейчас на личном фронте у вас вообще есть девушка у вас вообще есть парень а если нету то был ли а если не было вообще тогда сто процентов вы в этом случае уже прокачивайтесь и учитесь как нужно сближаться с противоположным полом парни могут пойти куда-нибудь по общению с девушками какие-нибудь тренинги практики а девушки тоже могут уже обучаться и как-то учиться сближаться с парнями хорошо если вы ответили что вы легко можете сближаться с противоположным полом и у вас здесь нет никаких проблем тогда вы задаете третий заключительный вопрос это деловые практики и тренинги связанные с общением если вы работаете на работе где вам нужно говорить либо доносить какую-то информацию то есть вам нужно взаимодействовать с людьми с помощью общения и говорения если ваша работа связана с клиентами может быть вы продаете может быть вы если не продаете то хотя бы взаимодействуйте с клиентами тогда в этом случае опять же задаете себе вопрос что у меня с навыками говорения смотрите базовые навыки общения и навыки говорения это разное словесная импровизация и базовые навыки общения это разное соответственно когда вы убрали у себя социальную тревожность и вы задали себе вопрос а что у меня с навыками говорения и если у вас отсутствуют навыки говорения тогда вы прокачиваете словесную импровизацию навыки говорения потому что они очень ценные они цены в продажах они ценные в обучении людей они Они цены в поддержке людей, они цены, когда вы хотите донести какую-то информацию начальнику, подчиненному, кому угодно. То есть это уже словесные навыки. Окей, а если вы ответили на все три вопроса, и в итоге получается, что все три вопроса проседают, что у вас проблемы и с базовыми навыками общения, и с сближением с девушками, или с мужчинами, с парнями, и проблема также у вас и со словесными навыками, то есть везде проблемы. И тогда вы задаете вопрос, Дима, а что мне делать? У меня везде проблемы, жесть, я не знаю, с чего начать. В этом случае вы тогда расставляете приоритеты. Что для вас важнее? Задаете последний, заключительный вопрос, если у вас есть проблема именно в плане, куда дальше прокачиваться. Задавайте себе вопрос, что сейчас для меня важнее? Я хочу, чтобы у меня были отношения, чтобы была девушка? Или может быть я все-таки хочу по карьерной лестнице прокачаться, стать выше, лучше, интереснее, рассказывать что-то? Либо я хочу научиться взаимодействовать и общаться очень интересно, продуктивно с людьми, кайфово, чтобы эмоции были, тогда это базовое навыки общения. Или можно по-другому, не то, что вам очень сильно хочется, а где у вас чаще всего проблемы, где вы больше всего переживаете, расстраиваетесь, когда у вас что-то не получается. Из этих трех тем, что больше всего вас цепляет по негативным эмоциям, и тогда идите туда. Либо вы очень сильно этого хотите, и для вас это актуально, это приоритет вы ставите, либо здесь очень много каких-то проблем. И тогда вы идете туда, где у вас больше проблем. Хорошо. А если у вас нигде нет проблем, вы убрали у себя социальную тревожность, полностью убрали у себя социальную тревожность, ответили на все три вопроса, и у вас везде все хорошо. Навыки коммуникации у вас прокачаны. Да, вы умеете говорить. Базовые навыки общения у вас есть. Легко сближаетесь с противоположным полом. Проблем нет. Дима, куда тогда развиваться дальше? Вы свободны. Вы можете развиваться туда, куда хотите. Если хотите, можете не развиваться, а просто наслаждаться жизнью. А можете, например, уже прокачиваться в каких-нибудь навыках, которые интересны вам. Может быть, это какие-то хобби. Может быть, это, опять же, ваша карьера. Может быть, это какой-то ваш фриланс. Куда угодно. Куда угодно вы можете развиваться. В любом случае, я могу подсказать. Вы можете копнуть в тему практики по деньгам. Вы можете свой денежный потолок пробить. Вы можете копнуть в плане мотивации, как эффективнее обучаться. Вариантов много. Можно еще, например, в какой-то определенной нише, какой-то определенной теме прокачиваться. Например, как выращивать котиков. Подумайте об этом. Либо как разукрасить елочный шарик. Это гениально. И на сегодня все. Если у вас появляются какие-то вопросы, обязательно задавайте эти вопросы в комментариях под этим видео. Может быть, у вас есть вопросы личного характера и вы бы не хотели палиться. Тогда пишите мне ВКонтакте, мою личную страницу. Посмотрите вообще, что у меня происходит на моей личной странице. У меня также есть телеграм-канал. У меня также есть ютуб-канал, на котором вы находитесь. И нужно что сделать? Конечно же, подписаться. Потому что меня это очень сильно мотивирует продолжать снимать клевые видео для вас. Ставьте лайк. Оставляйте комментарии. Рекомендуйте мое видео. И на сегодня все. Как долго я развивал свои социальные навыки, а именно навыки общения? Я думаю, что на все про все, если посчитать, суммировать и только чистое время, без пропусков, только часы, то, ну, думаю, где-то часов 300 я на все отдал. Это не так много. На самом деле, 300 часов очень быстро можно прокачать в течение, ну, сколько? Ну, полгода, да? Может быть, даже еще быстрее можно. Даже за три месяца можно очень эффективно прокачать свои навыки общения. Что подтолкнуло меня прокачивать навыки общения? Моя тяжелая жизнь, да? На самом деле, меня жизнь так помотала. И я решил исправить свою жизнь. Я стал копаться в этой теме и много изучать. И поэтому я теперь стал тренером, который обучает других.